Всем привет! Начинаем новый влог. Знаете, мне часто пишут, что Вика, у тебя и так дома чисто, у тебя всегда такой порядок, а вот и нет. Знаете, у нас вот порядок в зале, может быть, наверху, потому что крайне редко там бываем, но кухня это просто какой-то кошмар. Тут постоянно куча посуды, куча еды. В общем, как вы видите, просто огромнейший завал, который нужно разобрать. И вот, давайте вместе с вами этим займемся. Я еще начала уборку холодильника, помыла все полочки, потому что после выходных, в общем, давно там не прибиралась. Поняла, что у меня закончились все овощи, поэтому нужно сегодня поехать на закупку и закупить еды. В общем, как вы видите, завал такой приличный, поэтому надо, самое главное, знаете, я больше всего не люблю это разбирать посудомойку. Очень люблю загружать, чистую посуду люблю, но вот это вот сначала убрать посуду, а потом опять ее заложить в посудомойку, это, конечно, мое самое нелюбимое. Но, тем не менее, это просто незаменимая помощница. Вы часто спрашиваете, это посудомойка Bosch, ей уже лет, наверное, 8. Я ее очень довольна. Она хоть и маленькая, но, тем не менее, она хорошо справляется, работает. Ну, знаете, это моя маленькая помощница, без которой просто уже невозможно. Настолько привыкаешь, хотя первое время, когда я купила, вот реально лет 8 назад, она у меня стояла пару месяцев точно, потому что я не могла вообще к ней привыкнуть, не понимала смысл помыть пару тарелок и все, но семья большая теперь, и мне проще загрузить все в посудомойку и потом расставить сухую чистую посуду. Пользуюсь я самат, порошок у меня, он мне очень нравится, а соль и ополаскиватель, это у меня идет финиш. Вот, очень выгодно покупать, если по распродаже, на Wildberries, например, на Ozon, вот, либо вот, если я вижу где-то по распродаже, то я всегда беру, и беру всегда большой самат, это 3 килограмма, мне его хватает надолго. Чем нравится порошок, тем, что я могу сама регулировать. Где-то больше положила, где-то меньше, потому что очень часто я мою на такой, знаете, на быстрой, на 30-минутной мойке, потому что посуда после завтрака, в основном там кружки, какие-то тарелки, ну, не сильно грязные, мне очень нравится. А если что-то такое уже посерьезнее, тогда уже такой у меня цикл идет на полтора часа, 65 градусов, поставила и забыла. Единственное, что кастрюли, конечно, не всегда вымываются, особенно после бульона, остается такой налет, поэтому проще, конечно, помыть руками, но и сковородки тоже я мою руками, потому что покрытие очень быстро портится, поэтому, ну, иногда, если честно, на 30-минутной вот этой вот быстрой мойке, тоже, если нужно быстренько ополоснуть сковородку, я ее тоже ставлю. Субтитры сделал DimaTorzok Уже сколько дней прошло, смотрите, а цветы до сих пор стоят. Девочки, вообще слышали, чтобы цветы дольше стояли, нужно добавить в воду доместос. Я это слышала и не один раз со многих источников, сама, если честно, я не пробовала. Мне как-то, знаете, прям жалко, вот я даже не представляю, как можно цветы налить доместос. Сейчас напишите, пробовали вы такой способ или нет, реально он работает. Что ты, моя красотка, толстеем на глазах. Я теперь боюсь ее перекормить, и видите, уже не такой живота вообще не было. Сейчас так не... Что ты там ищешь, Мишель? Сейчас она прям такая становится более упитанная. А еще, смотрите, мне фикус какой подарили. И мне вот тоже интересно, девочки, напишите мне, когда его нужно пересаживать. Тут еще такой маленький уже росточек. Ой, вообще, то у меня вообще не было цветов, теперь такая красота. Я надеюсь, он у меня вырастет, будет большой, красивый. Я его где-нибудь поставлю, чтобы он прям, знаете, на полу стоял и рос. Я тут насобирала немножко смородины. Сейчас я хочу ее промыть, от листиков обобрать. Дети есть абсолютно не хотят, поэтому я все кину, наверное, в заморозку. Мы тут вместе с Сонькой собирали. Она у меня такая, знаете, она прям стоит, каждый вот ягодку выколупывает. Все это. Такая она очень, знаете, она прям очень любит вот поковыряться где-то. Кто, может быть, помнит, маленькая была, если она увидела в носке дырочку, она вот ее расковыряет и доведет просто вот каждого этой дырочкой. Пишите, вы уже что, замораживаете кукурузу? Да, уже, я думаю, можно морозить. Наверное, уже надо прям, наверное, срочно закупать, пока она еще не старая, пока молоденькая, чтобы не упустить этот момент. Потому что зимой я просто морожен, даже не варю, просто заморозила и все, зимой отварила. Особенно, знаете, круто, когда на улице холодина, а ты дома варишь кукурузку, вообще просто класс. Добро пожаловать. слушайте зашла на кухню так жарко включу кондиционер потому что нужно готовить кушать если честно так это уже надоело это готовка такую жару реально не знаешь что приготовить как это сделать по-быстрому чтоб не было так жарко димка просит кексики но не знаю что духовку включать вообще нет никакого желания у меня такой большой кусок масла его кинула в морозилку вместо того чтобы сразу его поделить это теперь неудобно теперь чтобы достать кусочек целое дело поэтому еще сила разрежу на кусочки нужно постоял и думала разморозился но видимо не до конца и порционными кусочками я замораживаю так удобнее еще такими небольшими пакетик и по пакетикам я его складываю так получается удобно достал положил достал выпечку куда-то так это морозил потому что такой кусок разморозил пока скал упала сколько тебе надо атаковка готова другое дело вот что у меня получилось все закину морозилку сделать кусочки кое-какие побольше поменьше если мне нужно будет выпечку может что-то добавить на пополам почему так вот и по пакетам всем морозилку вы помните когда я делала организацию на кухне я вам говорила что жду посылку и она ко мне пришла две таких посылочки но тут большая упаковка поэтому давайте откроем это посылка сайта sima land с этим сайтом я знакома давно еще когда мы жили в квартире еще димка был маленький я ему оттуда заказывала игрушки очень выгодные цены но в этот раз мне не игрушки в этот раз у меня как обычно товары для дома вы знаете я это люблю товары для кухни поэтому вместе с вами давайте распакуем и посмотрим что пришло ой девчонки какая довольная какая красота вы видели как все было хорошо упаковано в общем я заказала себе вот такую вот форму 26 сантиметров это на 2 литра у меня есть формы тоже такие вот круглые но небольшие мне нужно было поменьше у меня есть такого плана но силиконовая неудобно в общем поэтому я нашла вот такую стеклянную но очень бюджетная классная можно мыть посудомойки для духовки в общем делать какие-то пироги знаете высокий из песочного теста вот так вот выкладывать класс мне очень нравится так дальше смотрите вот такую я заказала себе дозатор щеточка и вот сюда можно будет губочку поставлю возле раковины мне кажется будет хорошо смотреться ту свою старую я выкину вот смотрите у меня вот такая вот была а я оставлю вот это вот гляньте класс щеточка такая довольно таки но не сильно жесткие не мягкая беленькие мне кажется хорошо будет смотреться на кухне класс и сюда такой пока а потом обычную губочку положу маленькую правда что считает маленькая красиво так ну и хранение боже мой какая красота все одинаковые баночки это побольше кофе то можно молотый сюда можно чай пакетиках например сюда можно такой чай листовой у меня есть такая одна баночка эти все три одинаковые и наконец-то сахарница давно я хотела свою железную поменять гляньте как красиво можно вот так оставить на столешнице будет вот так вот красиво смотреть у меня тут дерево тут дерево гляньте какая красота мне очень нравится пишите как вам эти вот баночки для хранения прям такие красивые кстати можно и здесь будет поставить на столешнице так вот все вместе будет красиво смотреться смотрите сахарница идет с такой вот подставочкой сахарница и ложечка знаете как красиво я пока оставила здесь на столешнице сейчас все пересыплю ссылочки на эти товары я оставлю вам внизу в описании так что если вам тоже такое нужно заходите смотреть цены просто привлекательные кроме хранения для дома там игрушки есть канцелярия в общем все все что угодно можно там найти по очень хорошим ценам и также не промокод которым пользовалась я вам тоже оставлю на пять процентов нужно будет что нибудь все таки испечь может быть или запеканку либо пирог знаете я думаю может быть с абрикосами а раньше кстати промокодов не было я тогда помню я заказывала много лет назад не было промокодов а теперь есть промокоды так что можно пользоваться тоже сэкономить так ну что съездили мы на закупку небольшую по овощам я посмотрела уже разведку сделала помидоры в общем у нас уже продаются вот такие для закатки маленькие небольшие вот но единственное что они прям найти такого очень плохого качества не кита все побитые там даже выбрать не с чего но я думаю они только-только начинают появляться потому что буквально на прошлой неделе их не было поэтому скоро будут закатки напишите вы уже начинаете что-то делать готовится на зиму я уже спрашивала насчет заморозки кстати я не посмотрела кукурузу не увидела я почему-то не обратила внимание но вот помидорчики уже можно будет скоро наверное делать так что скоро скоро у меня кстати на канале есть рецепт как я делаю ассорти огурцы помидоры перец что еще лучок добавляю чесночок очень вкусно получается мы зимой едим прям с удовольствием а еще у меня мама делает она делает кислые такие знаете бочковые тоже вкусные тоже кстати на мне рецепт дала ну не знаю буду я кислить не буду потому что я тоже люблю кислые огурцы больше чем например маринованные соленые я люблю такие бочковые кислые вот ну не знаю можно будет тоже сделать потому что я как-то я готовила ну не знаю года четыре наверное назад по-моему еще соньки не было да еще сони не было в общем они у меня закисли все я хотела катать в банке и в общем все сделала и в итоге у меня там банок 10 они просто все взудуклись я не знаю что произошло что я сделала не так как бы до этого делали все хорошо и один год кстати у нас была проблема с крышками причем разговаривала с мамой она тоже говорит что с крышками какая-то беда да так что скоро скоро начнется банки да сонь да соньку не видно димочка видно вы спрашиваете димка он уже все последний денечки дохаживает садик и и садик и все до сих пор школьного собрания не было в общем уже говорила вот и уже соньки на анализы пришли на уже соньки закрывать эти все карточки мед карточки и Димчика сонечка и уже начнется скоро новый этап вообще конечно я думаю нам будет весело так я уже по-быстрому приготовила ужин пюрешка сто лет не ели со сливочным маслом с молоком вкуснятина прям приготовила много потому что прям хочется ну и как обычно рубленые котлетки которые обожают дети поэтому готовить очень просто быстро и вкусно самое главное дети едят узнаете перехватить быстренько после улицы пришли поели и так в общем у меня всегда выручают такие котлетки когда не знаю что готовить в общем вот так вот салатик сделаю и ужин у нас готов кушают вот это вот знаете мне кажется любимая еда это вот пюре с котлеткой или с курочкой или с колбаской тут вот сидят вот ковыряют ковыряют вкусно? Дим вкусно? да твои же любимые котлетки Соня тебе тоже вилка нужна? ну кушай ложка так удобней мне кажется я бы пюре ела бы вот каждый день целый день бы тут не накормить ни одного ни второго причем ехали говорить кушать 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 так девчонки пришло время будем делать баклажановую икру давно я не делала а сказать точнее вообще с прошлого года я ее очень люблю можно есть тепло можно есть в холодном виде как вам больше нравится нам потребуются баклажаны у меня здесь полтора килограмма кило 600 луковица морковка болгарский перец у меня замороженный поэтому я замороженный брошу вот эта штука очень удобно чистить все это дело чистим лук морковку я уже почистила и потом нам нужно будет все это дело нарезать в общем самое главное сейчас это все почистить здесь и это это и и и это Субтитры сделал DimaTorzok Я буду готовить в казане, поэтому берем масло, наливаем и нам нужно будет сделать такую зажарочку. И пока у нас лук с морковкой будут жариться, мы нарезаем наши баклажаны на кубики. Так, ну что, пока у нас лук с морковкой жарятся, мне нужно баклажаны. Видите, их много, на самом деле они очень хорошо ужариваются, поэтому лучше взять побольше. Я их присаливаю и пусть они у меня постоят, немножко пустят сок. Я не знаю, горькие они, не горькие, но я так всегда делаю. Вот, они сейчас постоят, сок пустят и мы продолжим готовить буквально минут 15, может быть, вот так вот. Так, ну что, постояли, немножко их отжимаем и я прям сразу в казан. Так, а теперь включаем газ. И я заливаю немножко водичкой, чтобы, знаете, вот они как бы протомились, протушились. В общем, чтобы они до такого состояния дошли, чтобы они были прям мягкие-мягкие, потому что я не очень люблю вкус, ну вот, чтобы они прям кусочками были. Поэтому мне нужно их на медленном огне немножко протомить. Ну, не немножко, а так, чтобы они, ну, минут 20, наверное, вот, потомились. Все, закрываем крышечкой и на медленном огне пусть они тушатся. А зажарку я, кстати, пересыпала, все, она ждет всего часа, я ее добавлю потом. Так, ну что, прошло где-то минут 20. Видите, как стало, как они ужарились, упарились, вода еще есть. Немножко помешивайте, чтобы они не пригорали. Это все делайте без масла, то есть ни капли масла, просто вы добавили водичку. Если вы видите, что как бы воды маловато, и вы хотите, чтобы еще, вот видите, такие вот есть кубики, которые, ну, вот, такие вот неразваренные, непротушенные, да, я просто такое не люблю. Поэтому я буду еще томить, еще сильнее, чтобы оно все протомилось и вышла абсолютно вся вода, чтобы воды не было. Вон, видите, в размерах очень сильно увеличивается, поэтому закрываем крышкой и обратно на маленьком огонечке тушим. Так, ну что, еще уменьшилось в размере, все у меня хорошо протушилось, такая вот консистенция мне такая нравится. Я добавляю нашу зажарку, у меня, видите, много получилось. Я люблю, когда так. Хорошо перемешиваем. И тут вы можете добавить чуть-чуть масла, если вот вам так нравится. Если совсем такое, знаете, правильное, то можно без масла. И добавляйте томатную пасту. Я буду использовать вот такой вот соус чумак. Для меня это вот идеально, я не люблю томатную пасту, вы знаете. Вот, поэтому я добавляю вот такой вот соус целую. Вот, кислит мне томатная паста и все, сколько я пробовала, но никак я не могу. Можно добавить помидорчиков сюда, кстати. Вот за это я и забыла. Можно добавить сюда помидоры, болгарский перец. В общем, все, что у вас есть в холодильнике, только так, как вы любите. И все. И оставляйте это все дело тоже тушиться, чтобы оно хорошо протушилось, может быть, немножко поджарилось. Так, ну что, открываем крышку. Все у нас достаточно хорошо протушилось, все соединилось. Такой однородной массы. Видите, какая красота. И вот уже в самом конце я уже начинаю солить. Я не солила, поэтому немножко присаливаю. Перемешиваю. И еще даю потомиться буквально. Масла я не добавляла. Буквально еще пару минут. И, в принципе, все у нас с вами готово. И едим мы холодные. Нам так больше нравится. На бутерброд нужно намазать или просто, например, как гарнир. Получается очень вкусно. Если будете готовить, не забывайте писать мне. И поддерживать меня пальчиками вверх, если вам понравился этот рецепт. Вот, икра немножко остыла. Я выложила на тост. Мне так больше всего нравится. Даже можно, знаете, с чаем, с кофе. Такой вот перекус очень вкусный. Вкусная получается икра. Так что обязательно пробуйте, приготовите. У нас к вечеру хоть чуть-чуть спадает жара, хоть немножко. Ну, и комаров, слава богу, становится меньше, потому что у меня Соня вся просто покусана. Знаете, прям у нее как шрамы остаются. Настолько сильно кусают эти комары. Так что мы сейчас идем гулять. Точнее, Димка уже пошел. Мы сейчас с Соней тоже уже собираемся. Вот. Буду на этом заканчивать такой влог. Мне кажется, длинный получился. Спасибо большое, что смотрите. Обязательно пишите комментарии. Не забывайте ставить пальчик вверх. Очень важна ваша активность. Все, увидимся с вами скоро. И всем пока-пока.